Брали в руки писалу. Один конец заострен, другой как лопаточка. Процарапывали буквы. Если сделали ошибку, то кончиком стирали и писали снова. Когда вся доска исписана, воск убирали полностью и снова заливали воском. Тому, как и на чем писали несколько сотен лет назад, нынешние школьники искренне удивляются. Век высоких технологий. Бумажные письма заменили смс. Из письменных принадлежностей дети в руках держали только шариковую ручку. Поэтому, рассматривая перо, чернильницы не скрывают любопытства. А когда детям разрешили попробовать написать буквы старославянского алфавита настоящей перьевой ручкой, возле стола выстроилась целая очередь. А можно? Можно две буквы. Можно две буквы. Урок в древнерусской школе. Так назвали мероприятие в музее Островского. Его посвятили предстоящему Дню славянской письменности. 24 мая по всей стране будут вспоминать святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Каждый предмет, любой предмет долгое время спит. Он молчит. И только вот в музейном пространстве он начинает оживать. Оживает и рассказывает о себе, об эпохе, о людях. И вот наша задача, таким вот образом мы решаем вот эту музейную задачу современной педагогики. Рассказать, показать и прикоснуться к подлиннику ребятам. Дети хором учили старославянский алфавит, узнали о традиционных обрядах того времени и даже попытались инсценировать их. От такого урока в древнерусском стиле остались в восторге. Мне понравилось то, что рассказывали, как раньше учились, писали чернилами. По-моему, всем понравилось то, что хоть чуть-чуть выучили старославянский язык. Подобные уроки, посвященные Дню славянской письменности и культуры, в музее Островского проводят каждый год. Учениками становятся десятки школьников. Как говорят организаторы, во-первых, такие уроки возвращают к корням. А еще дети должны знать историю языка, как основу для единения разных народов.